Хопа-хопа, ловите бонусы от Гудовина. Сейчас мы проходим сколиоз и, соответственно, скрутки такие простые. Ну, вот у нас какая-то схема нарисована. Здесь вот сюда развернут позвонок, допустим, левосторонний грудной переход, нижняя часть грудного развернута сюда, а поясничная развернута туда. Как правило, так и бывает. S-образный сколиоз для того нужен, чтобы организм, скелет человека, компенсировал сам себя. Если снизу прошло вот так, то сверху будет вот так. Грудной отдел, да, это поясничная, грудной отдел. А шея тоже будет вот так, как минимум. Вы же не будете с нагнутой шеей ходить вот так вот, да? Вот. Поэтому давайте вот для вот этой части рассмотрим, что делать. Допустим, если здесь развернут в эту сторону, то мы сейчас не будем делать с этой ногой. Работаем с противоположной ногой. А здесь можно. Руки расправили. Пусть ее вниз. Подняли ногу. Первый вариант, да? Подняли ногу просто надколенной чашечкой обязательно берем. Здесь в реберную поперечную дугу упираемся через массу мышц. Вот так, чтобы мягче было. И эта нога у нас в рычаг. Да, предлагаем ему расслабить ногу. Ягодицы, вот все расслаблено. И раз, два, и положим в сторону. Где сколиоз, можно прямо в овостистые отростки. Там же ротация, да? Нам надо вернуть вот туда. Вот такое движение. Не упадешь, и я тебя держу. Второй вариант. Если нога тяжелая, да? Мы можем ее ослабить, положив вот так вот на плечо пятку и захватив под бедро. То же самое. Тут еще удобно вот расключивать. Вот так подключивали. Натянули, натянули, и потом раз, произвели мобилизацию. Также проходим по всему месту, какому нам надо. По ребрам и по остистым отросткам. Второй вариант. Можно, вернее, третий уже, да? Можно набиться взять. Если набиться тяжело, то нужно вот так взять. Вот так. Также раскрутили. Нет, у тебя обе напряжены. Второй раз расслаблено. Раскрутили и провели манипуляцию. Ну, в первом варианте, естественно, чуть получше, потому что вы с прямыми руками, без напряжения получается, да? И на прямых ногах у вас вот получается рычаг такой. Видите, вы ходите, как буратины, раз, и прожимаете. Так, четвертый вариант. Можно захватить вот так вот. Видите, он получается плотно, плотно загорается нога. И тут тоже получается по диагонали мы тянем уже туда, вот видите, даже появляется диагональ. Так. Значит, можно и попроще, если там ничего сложного. Ну, например, вот с поясницы. Давайте рассмотрим, я с той стороны обойду. Поберем за подвздошную кость, за передний уголок подвздошной кости вот здесь. И чтобы не было, да, вот за него, не было больно, пальцы не поднимайте, а просто вот ладошка лежит на столе, да? И мы взяли, касаемся. Прямо за мышцы, квадратные и пароверсибральные, вот потянули, дошли до предела, и после этого толчок. Ну, так же можно и выше пойти. До того места, до какого вам надо. Здесь уже диагональ добавляют, видите, я уже по диагонали. Оттянули, дошел до предела, и толчок. Так же можно и в остистые. Раз, довезли, растянули, то есть с этой стороны растягиваем, да, получается, видите? Логика одна и та же. С той стороны растягиваем, в которую мы толкаем позвонки. Прямо нагадные рисунки, видно, да? Ну и проходим так, куда надо. Если этого слабенько, да, то берем тогда вот так ногу и толкаем позвонки. Так. Если и этого мало, то берем приемчик такой, задняя левада называется. Обе ноги вместе, подхватили их под локоть. Сначала по прямой, да, если человек здоровый, просто по прямой, в таз ему, раз, потом в позвонки и идем, как куда надо. Если сколиоз в мою сторону развернут, то ворачиваем вот так, и вот так уже в позвоночник и в ребра. С той стороны делаем. Если у нас, ну, все эти приемы с ногами, они, как правило, доходят, ну, где-то вот до лопаток. А если сколиоз вот здесь у нас, в этом отделе, что делать? Тогда начинаем делать спереди. Так. Допустим, вот он развернут на меня, да? В правосторонний. Значит, с этой стороны надо... А, с этой стороны мы будем давить, с той стороны растянув. Для этого голову поворачиваем сюда. Отводим руку подальше головой, тоже поближе, поближе, поближе. Видите, мы там растянули все. Эту руку клади на ухо. Вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, угу. Ну, подхватываем его под, не подмышку, заметьте, тут чекотно и больно, а вот именно под, почти под локоть. Мягко ложимся на шею, тоже его так вот, да? Сильно? Нет, нет, круто. Вот, и вот эти позвонки, раз, выдавливаем, можно и в ребра, через лопатку. Через лопатку в ребра. Вот такой вот приемщик секретный от Олега Гудвина, берите на заметку. Ну, далее можно сделать еще позу сфинкса, переднюю леваду, если я заднюю делал, да, ногами, то передней руками делается. Но этого в одном видео слишком много, вы лучше подписывайтесь на наш канал, получайте наши онлайн-курсы, в которых мы будем рассказывать последовательно дальше, дальше следующие шаги, усиливающие нашу работу профессионального мануального терапевта. С вами был Олег Гудвин, до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok